Сегодня депутатами городской думы был утвержден генеральный план муниципального образования город Березники. Документ определяет границы населенных пунктов и функциональное назначение этих земель. Данный план предполагает развитие территории в течение 20 лет. И это очень важный для нас документ. Депутаты очень живо интересовались вопросами развития дорожной инфраструктуры, территорий общественных, озеленения. Генплан города существовал и ранее, но в связи с присоединением населенных пунктов бывшего Усольского района возникла необходимость создания нового генплана с учетом увеличения территории муниципального образования. Хочу обратить ваше внимание, что в пункт 4 решения был доработан, включена дата применения генплана с 1 сентября 2021 года. Также депутаты сегодня приняли решение о предоставлении субсидий из бюджета города на возмещение части затрат на ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Речь идет о ремонте подъездов и замене существующих оконных блоков на энергосберегающие. На текущий год уже будет предусмотрено 2 миллиона рублей. В дальнейшем, ну, возможный пересмотр. Конкретный порядок предоставления этой субсидии сейчас приписывается и будет всем доведен в обычном порядке. Субсидия будет предоставляться юридическому лицу, то есть это либо ТСЖ, либо УК, либо организация, которая при непосредственном способе управления оказывает услуги по содержанию дома. Детали предоставления субсидии будут прописаны в соответствующем документе. Для рассмотрения заявок на получение субсидии будет создана комиссия, в которую войдут в том числе представители городской думы и администрации. Также сегодня дума предложила половину кандидатур в состав муниципальной конкурсной комиссии инициативного бюджетирования. От представительного органа депутат по избирательному округу номер 18, это Беляева Елена Юрьевна, и депутат по избирательному округу номер 12, Мухатаева Венера Решидовна. От общественности предлагается включить председателя Березняковской городской организации общества инвалидов Миронян Наталью Анатольевну и председателя нашего городского совета ветеранов Франк Наталью Ивановну. Полный состав муниципальной комиссии сформирует и утвердит администрация города. Напомним, что прием заявок на участие в программе инициативного бюджетирования будет проходить с 1 августа по 21 сентября. Эта программа позволяет активным гражданам благоустроить общегородские территории, исходя из потребностей местных жителей. Андрей Фадеев, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья.